Вся информация, предоставленная Министерством финансов, абсолютно достоверна, не вызывает никаких вопросов и полностью отражает бюджетный процесс, отметила Натали Смыр, открывая заседание. В то же время она подчеркнула, что у депутатов немного другое видение исполнения бюджета. По цифрам мы вообще не расходимся нигде. Но большинство депутатов в виде не одно, а у исполнительной власти в виде не другое. В частности, на вопрос о недостоверности информации, предоставляемой контрольной палатой, хочу сказать, что мы с Ирмой Федоровной обсуждали вопрос, в частности, нормативного распределения налогов, то есть доходов. Речь шла в основном о госпошлине. И я в этом вопросе Ирму Федоровну поддержала, потому что я считаю, что, честно говоря, это не было недостоверной информации, представленной контрольной палатой. Это было просто, где контрольная палата, так сказать, нам обратила наше внимание на некие противоречия в законе, да, там вопрос касался в основном госпошлины. Главный и основной вопрос парламентариев к исполнительной власти, почему в конце 2017 года бюджет был увеличен по доходам на 611 миллионов рублей и по расходам на 975 миллионов рублей, если возможности его исполнить не было. 22 декабря 2017 года исполнительная власть вышла к нам с тем, чтобы мы увеличили как по доходам на 611 миллионов, так и по расходам на 975 миллионов. И на выходе нет кассового исполнения по обязательствам. Что такое неисполнение по обязательствам, да? Но это же закон, правильно? Вообще, по логике вещей, мы должны были секвестировать бюджет. Если мы понимали, что мы не исполняем его на миллиард 200, мы должны были бюджет секвестировать. О том, что мы не исполняем бюджет, нам это было понятно по итогам за 9 месяцев. Главная задача контрольной палаты изучить бюджет по всем параметрам и представить информацию в парламент, что и было сделано, отметил председатель палаты Роберт Аршева. В процессе самого проведения данного мероприятия выясняются некоторые моменты, которые нашли свое отражение, о которых сказала и Наталья Викторовна, на что мы обратили внимание. Кстати, по некоторым из которых мы уже неоднократно в своих заключениях писали про них, но почему-то нет никакого реагирования на эти замечания. Возвращаясь к вопросу неосвоенных порядка 600 миллионов рублей финансовой помощи России, Наталья Смыр вновь подчеркнула, что эти средства были выделены Абхазии по настоянию абхазской стороны без предоставления документации. И их, по ее мнению, можно было освоить в установленные сроки. На 15 заседании было известно, что будет увеличение по инвестпрограмме. 8 июня. Понимаете, то есть, я хочу сказать, за полгода, куда потратить деньги, мы, наверное, бы сообразили бы. Я думаю, что это речь шла о сумме в 489 миллионов. А 150 миллионов стало ясным, что мы получим, я прошу прощения, от Горнур-Венчика, приблизительно где-то осенью, правильно? То есть, мы прекрасно знали, что мы получим 150 плюс 489. У депутатов парламента возникли вопросы к кабинету министров в части использования бюджетных средств. Именно поэтому закон об исполнении республиканского бюджета за 2017 год был направлен ими в Генеральную прокуратуру. Мы не говорим о том, что здесь есть какая-то преступная составляющая, нам просто непонятно, или нам неправильно разъяснили, или мы не поняли. Но ответов на поставленные вопросы мы реально не получили. Если законность была соблюдена, проблем нет. А если не соблюдена, то прокуратура должна будет принять и вынести какие-то свои решения, предположения. Таким образом, финальную точку в этом вопросе поставит Генеральная прокуратура, которая и определит, был ли нарушен закон.